Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. И в ближайшие несколько лет оживление инвестиционной активности предприятия не ожидается. Пессимистичный сценарий развития области предполагает снижение в следующем году объема инвестиций на 11%, еще на 3% в 2019, а в 2020-м остановку, падение, но не рост. При благоприятных условиях развития экономики в следующем году вложения в основные фонды сократятся только на 9%, а в 2020-м даже вырастут на 1,5%. Программа Экономика. Инвестиции в основной капитал в регионе составили 19 миллиардов. Итоги за полгода озвучила Минэкономразвитие. Значительная доля, 70% или 13 миллиардов рублей инвестиций, освоена крупными и средними предприятиями. В министерстве отмечают рост вложений в сельское хозяйство на 4,5% за счет господдержки. В транспортной сфере рост в два раза за счет крупных государственных же вложений в строительство дорог и путепроводов в чистые пруды. Сферу обрабатывающих производств поддерживают в частные деньги. Там объем инвестиций вырос в 2,5 раза. Экономика на 101 ФМ. В Кировской области открылся распределительный центр «Магнит». Он стал 36-м распредцентром компании. Общая складская площадь объекта в Юрианском районе более 32 тысяч квадратных метров. Он будет обслуживать торговые точки «Магнита» в Кировской области и в Республике Коми. В центре создано более 700 рабочих мест. К другим новостям. В регионе почти 6 тысяч потенциальных банкротов. Это люди с долгами более 500 тысяч рублей и просрочкой платежа в три месяца. В Кировской области таких почти 6 тысяч человек. Средняя сумма долга у них 2 миллиона 118 тысяч рублей. Это больше среднего показателя по России. В Кирове вынесли приговор экс-владельцу империи сумок. Ленинский суд признал Дениса Кобелева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По данным портала БНКиров, он получил 7 лет колонии за хищение почти 100 миллионов рублей. 33 он не вернул своим знакомым, взяв в долг еще 67 банком. Кировчане получают в 9 раз меньше, чем нужно для счастья. Сумму, которой бы хватило россиянам для счастливой жизни, озвучил портал Суперджоб. Он выяснил, что в среднем жителю страны нужно 184 тысячи рублей в месяц. Бедными они считают людей с доходами менее 17 тысяч. В Кировской области средняя зарплата сейчас выше уровня, за которым, по мнению россиян, начинается бедность, но в разы меньше суммы счастья. Она составляет порядка 23 тысяч рублей. Куротко несколько цифр напоследок. 240 миллионов рублей составят инвестиции в запуск производства искусственных кровеносных сосудов в Кирово-Чепецке. 0,7% – это снижение цен на товары и услуги в Кировской области в августе по сравнению с июлем. На 150 безработных стало меньше в Кирове за последний год. И о валютах. Доллар сегодня 57,77. Евро стоит 68 рублей 70 копеек. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове.